Развитию сразу нескольких отраслей в республике сегодня было посвящено совещание под председательством Вячеслава Бетарова. Глава Северной Осетии говорит о потенциале региона в этих направлениях. Обсудили вопросы поддержки начинающих предпринимателей. Для этого власти продолжают разрабатывать программы и выделять субсидии. Отдельной темой стал туризм. По словам Вячеслава Бетарова, в республике немало мест, которые могут привлечь туриста. ССС спускались через перевал на Сгид, Сгидский перевал, потом вниз. Речь идет о турмаршруте, который в советское время пролегал через два района – Алагирский и Ирабский. Это одно из самых живописных мест в республике. По словам Вячеслава Бетарова, туристы должны знать эти местности. Люди могут увидеть селение Садон, Верхний Сгид и даже дойти до таких отдаленных сел, как Дунта и Камунта. Ответственным ведомством Вячеслав Бетаров поручил проработать маршрут. А тем, кто уже на месте будет предоставлять услуги, помогать. Вы эти маршруты проработаете. И для тех, кто такие там кемпинги или туристические базы будет организовывать, вот им надо такие преференции сейчас обозначить и дать. И тогда будет туризм развиваться. На заседании говорили и о Данифарском месторождении Диорита. Оно расположено на участке площадью 6 гектаров. Природный камень, который будут добывать, можно использовать в производстве тротуарной плитки, а также в изготовлении мебели. К слову, технологические операции уже осуществляются во Владикавказе. Власти Иравского района считают, что производственный процесс нужно перенести в селение Ахсар-Исар. Для этого уже отвели земельный участок. К тому же есть подходящее здание и подведены коммуникации. Какая вам помощь нужна по поводу нацпарка, вы вопрос поставьте, если здесь не решается на уровне нашего руководства нацпарка. Давайте на федеральном уровне будем решать. Просто надо это юридически проработать вопрос. Говорил Вячеслав Бетаров и о поддержке начинающих предпринимателей, а именно тех, кто готов заниматься сельским хозяйством в горах. В этом вопросе глава региона поручил создать все необходимые условия. Мы не должны сказать, вот получай проект, пожалуйста, вот тебе деньги, вот тебе земля, все тебе. От тебя только голова и руки. Вот такой наш принцип должен быть работой. В республике уже реализуются различные формы поддержки. Есть примеры, когда руководство Северной Осетии предоставляло гранты и субсидии на развитие собственного бизнеса. Поддержите вот этого парня, сейчас он гостиницу устроит. Хотя зарегистрировал ранее, но я думаю, его надо включить, то есть Селезнево. Селезнево, который мучается на одном энтузиазме, он все это делает. И никто ему помогать не хочет. Давайте все вместе ему поможем и таких людей еще найдем. И он должен быть примером для других, чтобы приходили тоже. Но для этого мы со своей стороны должны все сделать, чтобы инфраструктура была. Подводя итоги, Вячеслав Бетаров подчеркнул, республика должна поддерживать активную молодежь. Это и есть гарант развития Северной Осетии. Хиток Плиф, Александр Каджаев. Новости Осетии. Хиток Плиф, Александр Каджаев. Новости Осетии. 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 Новости